И сейчас поговорим о фейках недели, которыми россияне бомбили информационное пространство. К нашему эфиру присоединяется исполняющая обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов. Андрей, здравствуйте. Рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте, коллеги. Андрей, на пропаганду и дезинформацию Россия не жалеет денег. На это идут миллиарды. Путин считает пропагандистов своим главным войском. Об этом в нашем эфире неоднократно говорили и оппозиционные российские журналисты. Давайте же с вами поговорим о том, что наплодили на этой неделе эти солдаты Кремля. Наверное, самое главное деза – это исчезновение главнокомандующего вооруженных сил Украины Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского. Какие версии были у пропагандистов? Откуда появилось СИПСО? В информационном поле не было недели, видно, Залужного и Сырского. И начали россияне, в принципе, по образцу. Еще в начале мая раскручивание история о том, что человека якобы убило Танцюр. Вот точно так же они начали разгонять фейк про убийство якобы Залужного и Сырского. И ХИПСО на сегодняшний день, они уже доходят до того, что придумываются не только истории про победы, которых нет, но и про убийство наших начальников, которых нет. То есть за убийство якобы убийства, за фейк про убийство Танцюры Пригожин приносил извинения, он признавал, что ошибся, но на этом протагандисты, тем не менее, не прекратили распространять фейк. На сейчас они обратились к своей любимой методике распространения слухов, теории, ссылки на надежные, но анонимные источники прямиком из украинского Генштаба. И этим всем решат всевозможные телеграм-помогики, анонимные, которые вот это все разгоняют. Все это делается для большей правдоподобности, и благодаря прокремлевским вот этим сетям телеграм-каналов, которые неоднократно Центр противодействия дезинформации при РНБО публиковал, идет разгон вот этой дезы для того, чтобы как можно чаще гугл поисковик показывал вот эти ключевые фамилии по ключевым запросам. Если сейчас вот вы загуглите в поисковике, там, например, «Залужный», то первые же рекомендации вам напишут о том, что погиб. А это значит о том, что люди массово пытались проверить эту информацию, и, ну, в принципе, в какой-то мере враг достигает результата в плане ИПСО. Но проблема в том, что эта, как пружина, она чем сильнее закручивается, тем сильнее она ударит того, кто ее закручивает. И вот эти все фейкометы, они в результате психологическим давлением на украинцев и на, в том числе, на россиян, то, что они сеют, у них вот эти псевдопобеды, на самом деле все это, рано или поздно, плохо отобразится на них сам. Андрей, ну вы же помните, как было в феврале и марте прошлого года, когда тоже были какие-то проблемы у российской армии, они начали выдумывать фейки об исчезновении Владимира Зеленского, ему приходилось записывать разоблачающие видео, он снимал эти видео ежедневно, и по сей день, каждый день видеообращение выходит. Сейчас вот такие фейки уже, собственно, о гибели наших главнокомандующих. И еще один смешной фейк, это, конечно же, атака дронов на Москву. На прошлой неделе все начиналось с обвинений в сторону Украины об атаке дрона на Сенатский дворец, продолжилась уже псевдоатакой дронов на Москву 9 мая. Некий российский генерал авиации говорит, что российскую столицу пытались атаковать до сотни дронов. Андрей, это такая же условно правда, как и еще один фейк о поднятии красного знамени победы над Бундестагом 8 мая. Удалось ли это продать, вот такую фантазию российскому потребителю, как вы считаете? Ну, зомбированным русским на самом деле на сегодня можно продать, я не знаю, все что угодно, потому что они же не ищут правду, они ищут подтверждение тому, что, ну вот, они верно все воспринимают. Им не нужна правда, им надо подтверждение, и поэтому флаг на Бундестаге. Сто дронов, я не удивлюсь, если выяснится через пару-тройку дней, что их было тысяча этих дронов на самом деле. Просто вот они все были торжественно сбиты прекрасными ПВО. Ну, то есть весь этот бред сегодня опять из последних сил Россия пытается сохранить какую-то иллюзию для своих граждан. поддержать, как бы то ни было, ну, тот градус, который есть, хотя все чаще и чаще мы слышим оттуда фразу о том, ну, все же все понимают, ну, все же все понимают. То есть, чем дальше идет вот эта операция их, а фактически война, и чем больше гибнет россиян, с приходом, скажем так, гроба, наверное, там в каждый дом, наверное, они смогут понять, что происходит. Ну, понятно, это утрировано, но на самом деле, так или иначе, речь идет о том, что вот смерть, она подходит все ближе и ближе. И вера телевизору, она на сегодняшний день, ну, наверное, становится, пошатнулась, скажем так. Культ победобесия, вот тотальная диктатура по России, они по-прежнему остаются, но чуть ли не единственными рычагами правления Путина. Поэтому есть высокая вероятность, мы видим того, что даже после победы Украины вся рост пропаганды будет строиться все равно вокруг нарратива победы над фашизмом и нацизмом. Да. Вы знаете, вы сказали, что вера уже россиян чуть-чуть пошатнулась в телевизор. Я помню опрос, социологический опрос Russian Field, там говорилось о том, что сейчас уже действительно на треть упали рейтинги российских этих пропагандистских каналов и, в частности, вечерних шоу на этих каналах, и люди уходят просто в телеграм. Устали от этой лжи россияне? Это можно наблюдать даже по сетке работы вот этих пропагандистских шоу на этих каналах, если вы обратите внимание, их стало значительно меньше. То есть сейчас всеми силами их продюсеры, их медиа-менеджеры, они пытаются заполнить эфир вот какими-то концертами, весельем, празднованием, созданием иллюзии, картинки о том, что все хорошо. То есть много рекламы, рекламируются банки, услуги, продукты. Ну, все-все-все направлено на создание альтернативной реальности о том, что все хорошо. Но когда человек выключает телевизор, выходит на улицу, ему становится понятно, что все совсем нехорошо. Да, Андрей, и хочется от вас услышать, как нынешние кремлевские пропагандисты используют сейчас международные площадки для продвижения своих фейков. Расскажите, пожалуйста, о карманных пацифистах Кремля, которые используются для продвижения идеи замораживания войны в Украине на условиях России. Мы сейчас видим о том, что для продвижения вот этой пацифистской риторики российские манипуляторы взялись активно использовать, опять же, международные площадки и распространяют идею мирных переговоров. Наиболее масштабной акцией из того, что видим мы, российской пропагандой, должен стать вот этот международный санкет за мир в Украине, который пройдет в Виле с 10 по 11 июня. Я на эту тему написал колонку на Украинскую правду, она должна выйти вот не сегодня, а завтра. Там подробно рассказывается вообще о семантике всего происходящего, о том, кто за этим стоит, о том, почему эта неправильная конференция, начиная от названия, то есть речь должна идти не о саммите за мир в Украине, о наказании агрессора и о победе Украины в этой абсолютно несправедливой людоедской войне. Вот эти все ведь кроется у пропагандистов, на самом деле, начинается с формулировок. И даже формулировка вот этого саммита, она абсолютно вражеская, и это абсолютно информационно-психологическая спецоперация. Якобы за этим саммитом времени стоит внешне независимая пацифистская организация Международное бюро мира, еще основанная, если не ошибаюсь, в начале 80-х годов. Но на самом деле участники мероприятия, они все поддерживают политику Кремля. Это и Брау, и Чомский, и Луис Энасио Лула де Силва, президент Бразилии, который предложил создать среди государств, не вовлеченных в войну Украины с Россией, группу мира. Да, который недавно говорил, что не надо искать виновных и искать причины, почему началась эта война, надо садиться за стол переговоров. Я считал, что есть контакты с Бразилией, но ведь это из истории никуда не выбросить. Это все зафиксировано. Исполнительный директор МБМ Браун, который организовывает протестные акции против политики правительства, Германии против России. Бывший или нынешний гражданин Украины Шевляженко, который называет себя исполнительным секретарем пацифистского движения Украины. То есть все эти люди, так или иначе, все эти фонды, они были причастны к риторике той, что Украине не надо сопротивляться, Украина должна сдаться. То есть это все затягивает конфликт, это увеличивает количество жертв. То есть вся вот эта антиукраинская риторика, она сегодня выливается в саммит, для которого в Австрии представляют площадку. Я считаю, это абсолютно вредный и вражеский для Украины саммит. То есть в очередной раз идет искажение реальности, Украину ставят по сути вровень с Россией, которая и напала на эту Украину, каждый день бомбит своими ракетами, пускает дроны, рушит целые подъезды и целые дома, гибнет огромное количество людей. Но при этом Россия в идее этих пацифистов абсолютно безобидная страна просто так решила поступить. Чем раньше мы начнем это говорить, я очень благодарен вам за этот вопрос, который вы задали сейчас, фактически за месяц до этого саммита. Я думаю, чем больше про это мы будем повторять, тем меньше будет вообще эффективность этого мероприятия. Именно из-за пророссийских проявлений у участников, а может быть они его и отменят. Потому что вот это как раз пример качественной борьбы с дезинформацией, то есть когда мы видим атаку на взлете, и мы абсолютно минимизируем ее эффективность. Андрей, ну и можно предположить, если все же это событие состоится, то там на этом событии будут, возможно, российские пропагандисты, которые в очередной раз снимут лживые сюжеты, и через месяц будет просто засилье фейков в соцсетях и в медиапространстве. Безусловно, скорее всего, так и будет. Но, опять же, им не нужны такие великолепные мероприятия, саммиты. Это больше на международную аудиторию рассчитано. На свою аудиторию им достаточно снимать. Ну, они не выезжают никуда из своей страны, могут снять все, что угодно. То есть на сегодняшний день зеленый фон позволяет подложить туда все, что хочешь. И вот эти даже ролики с Путиным, которые мы видели, там, где микрофоны пропадают, люди непонятно откуда появляются. То есть у них альтернативная реальность. И это вот то, за что им придется заплатить сторицей. За веру, вот эту сказку, которую им создал Путин по телевизору. Ну, в то время, когда сама страна находится на полном днище. Да. И давайте еще об одной и новой информационно-психологической операции России. Российские пропагандисты сейчас также распространяют в Фейсбуке фейки о якобы разворовывании денег международных партнеров украинской властью. Цель, конечно же, ясна. Настроить украинцев против власти, ослабить поддержку международных партнеров. Попытка уже не первая. Мы об этом неоднократно говорили в эфире. Вероятно, не последняя. Скажите, каких информационных атак можно ожидать в этом направлении, а также в ближайшее время с учетом ситуации на линии фронта? Они ничего практически не придумали нового за этот год. Все идет по отработанным лекалам, что, в принципе, где-то упрощает нам работу, потому что мы понимаем, из какого направления ожидать атаку информационную. Нарратив о том, что Украина – коррумпированное государство, он один из главных нарративов россиян. К нему можно отнести месседжи о перепродаже вооружения, о накоплении огромных капиталов семьями президента и приближенными к нему военно-политического руководства. Но подобные месседжи, они не имеют ничего общего с реальностью. И, как следствие, практически сразу же разбиваются объективными фактами. Одной из ярких компаний, которую разоблачивает Центр противодействия дезинформации при РНБО, это была большущая компания под названием «Блэк Холл», которая представляла президента, дискредитировала как черную дыру для европейских денег, для западных денег, для западного оружия. И она активно продвигалась по всему миру, манипулируя, создавая вот эту альтернативную реальность, о которой вы говорите. Подделывались обложки ведущих журналов, делались искусственные фотошопы с якобы граффити, делался фотошоп с картинами, с бордами в центре Нью-Йорка. То есть, когда мы начали эту компанию раскручивать, мы увидели, насколько она огромна, и как много актеров в нее вовлечены. Андрей, а можете уточнить? Действительно интересно, сколько людей задействовано в такой масштабной информационной черной кампании? Тысячи людей и высочайшие современные технологии в этом всем задействованы. Россия тратит на это колоссальные бюджеты. Мы подсчитывали по открытым источникам только, если я не ошибаюсь, 106 миллиардов, что они потратили с начала года. Я боюсь сейчас в цифрах ошибиться. Но их бюджет за вот эти 5 месяцев, он уже сравним с бюджетом прошлого года. И опять-таки, это речь идет только о цифрах, которые прямые затраты. Мы не говорим о тех бюджетах, которые тратятся спецслужбами на это все, о цифрах, которые тратятся на их агентуру по всему миру, на вот этих всех псевдоэкспертов. То есть, это прямые затраты. Плюс мы не говорим о затратах, которые идут на развлекательный контент, которые тоже весь пропитаны, в принципе, их пропагандой. То есть, на сегодняшний день, в чем и парадокс состоит в российской дезинформации, в том, что она просочилась во все абсолютно сферы их жизни. И поэтому это работает. То есть, когда человек видит подтверждения из новостей, из литературы, когда даже где-то там в опере и в балете речь идет про фашистов и нацистов, ну, обычный журналист проверяет информацию там из двух-трех источников. У них перепроверяя ее, наверное, там, ну, даже из десяти, вы все равно упретесь, ну, в стену лужи, вот в эти замки из песта, построенные на протяжении многих-многих лет. То есть, фактически, последние там все 20 лет выстраивалась альтернативная реальность. А перед этим, с перерывом там в 10, еще 70 лет, только уже по другим технологиям все строилось. Да. Вы сказали об этих миллиардах долларов, которые тратятся на эти информкомпании. Хочется, наверное, сказать нашим российским зрителям, что эти миллиарды долларов могли пойти на обустройство дорог, на газификацию дальних деревень в Российской Федерации, также на постройку новых домов, чтобы люди жили не в деревянных бараках с туалетами на улице, а в современных технологичных каких-то домах. И что еще хотел сказать? Хотел еще сказать о том, что новые фейки и новые деньги улетают в России и в прокремлевских соцсетях на информацию о том, что якобы идет сейчас отбор образцов ДНК бойцов Вооруженных сил Украины для создания биологического оружия в лабораториях США. И таким образом США пытаются уничтожить всех славян. Это фейк очередной. Как считаете, почему на теме биологического оружия они так играют уже последний год как минимум? Это находит отзыв у российских граждан? Им нравится эта тема? Ну, конечно. Вот когда не знаешь, что делать, когда не разбираешься в происходящем вокруг, ну, гораздо легче поверить теорию Захара. То есть здесь очень простая логика. Никаких там не надо быть семи-пятьевых лбу для того, чтобы вот это все запустить. Ну, конечно, выглядит устрашающе, реально полный бред. Там еще про клещей есть, если вы читали, из свежего. Относительно того, что я чуть-чуть вернусь назад, где вы говорите, что ведь эти деньги могли пойти на их благоустройство. Не могли они пойти на благоустройство. Они могли пойти только в карманы их чиновников, которые их грабят. Десятилетия строят себе какие-то дворцы, яхты по всему миру, а народу подсовывается вот это вот пойло в виде протаганды и дезинформации. Не могли эти деньги пойти, потому что на сегодняшний день их социальный договор власти с народом, это как раз история о том, что они согласны, чтобы с ними обращались как со скотом. И никто никогда никакие условия им улучшать не будет при этой власти. Единственный момент на сегодняшний день – это абсолютная перезагрузка политическая Российской Федерации. Это какой-то минимальный шанс на попытку их нормальной жизни. То есть на сегодняшний день все, как они смеялись над нашим Майданом, как они его боялись, оно им все возвращается. Это симметрично, и их Майданы захлестнут, я уверен. Русский бунт бежал с ними беспощадно, это ведь не с потолка взятые слова, да. Он действительно такой, и то, что их ожидает, как в детском мультфильме было, да, о том, что на утро живые позаберут на утро. Но, к сожалению, увы, это они допустили. Они разрешили обращаться с собой, как со скотом. А скоту можно скормить же все, что угодно, да, вот генетически модифицированные боевые гуси у нас были. Сейчас американцы делают ДНК в раздельстве. Ну, то есть много слов, то есть звучит, ну, это абсолютный бред. Но для человека с низким, в принципе, образованием практически всегда в состоянии алкогольного опьянения где-нибудь в глубинке, это лишний повод вызвать какую-то агрессию, которую, как мотивированно, вызвать нельзя. Вот только страшилками. Я вас уверяю, страшилки будут у них дальше еще больше, больше, больше какие-то адские. Андрей, уточните, пожалуйста, как собираются сейчас говорить и показывать о контрнаступлении вооруженных сил Украины? Ведь уже оппозиционные даже издания российские писали о том, что российские пропагандисты получили новые методички по освещению этих событий. Ну да, темники уже разошлись. Из основного там что? Не снижать ожидания относительно анонсированного и не утверждать, что Киев не готов к контрнаступлению. Они призывают акцентировать внимание на том, что Украина получает мощную поддержку от Запада. рекомендовано им не поднимать тему расходов Росбюджета на восстановление инфраструктуры оккупированных районов Украины, потому что эта информация просто бесит людей внутри страны, которые там влачают жалкое существование, а в это же время им показывают целыми кварталами отстраивать. Понятно, что это вранье, но тем не менее это раздражает. И не мусолить, и мы рекомендовано дословно не мусолить тему подготовки к параду 9 мая, то есть как это все было, как это все происходило. Корректировка российского информационного освещения с событием в Украине, она означает о том, что Кремль готовит информационное пространство для оправдания возможного поражения в результате украинского контрнаступления и пытается каким-то образом смягчить деморализацию общества, попытаться не допустить падения рейтинга власти. Ну и хотелось бы верить, что не исключается, что это подразделительный этап к оглашению военно-политических руководствам окончания СВО и приказ войти в стадию глухой обороны на уже оккупированных территориях Украины. Андрей, будем следить за этой истерикой, будем следить. Вам огромное спасибо за вашу работу, за то, что просто молотом разбиваете это огромное количество российской фейков и что находите всегда время для телеканала Freedom, чтобы и российской аудитории рассказать об этом бреде. Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия и дезинформации при СНБО, был с нами в эфире Freedom. До новых встреч. Спасибо вам большое. До свидания.